И снова Дворец культуры Содружества принимал самых активных жителей Севера Подмосковья. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» посетили Дмитров, чтобы в приятной компании еще раз поздравить милых женщин с весенним праздником. В фойе организовали несколько мастер-классов. К примеру, гостям предложили своими руками сшить куклу-берегиню, как символ женского счастья и благополучия. Мастер-класс по тому, как можно оригинально завязывать платки, дала Лидия Пекунова, стилист магазина женских аксессуаров. Сейчас научу вас завязывать платочек на голову. Всем женщинам это очень идет, сейчас это очень модно. Сначала мы накидываем платок на голову, потом вот так заправляем эти краешки, как раньше бабушки у нас делали. Обвязываем, насколько вам комфортно вокруг головы. Смотрите, теперь одним пальчиком потянули вот здесь, вот впереди, и вторым потянули сзади. У вас создался такой эффект капюшончика. Здесь у вас полностью ваш овал, ваш личный, ничей-либо. Вот, ваш овал. Вы можете скрыть какие-то недостатки. Там, допустим, кто-то не любит свои щечки там и так далее. Кто-то, кто любит, наоборот, их откроет. Вот, поэтому вот такой создали немножечко эффект Аленушки. Вы всегда можете, зайдя в помещение, снять платочек, он вам не будет мешать. И потом, выйдя опять на улицу, его спокойно надеть. Спасибо. Спасибо. Далее всех гостей пригласили в зрительный зал Дворца культуры. Участников программы «Активное долголетие» поздравил глава Дмитровского округа Илья Поначевный. Я хочу поздравить вас с наступившим праздником 8 марта, потому что для всех, наверное, у нас с вами и для мужчин в первую очередь, что весна начинается с 8 марта, когда мы, мужчины, дарим вам цветы, когда вы нам дарите ваши улыбки. Я хочу сказать, что вы своим примером показываете, как надо жить, как надо радоваться окружающему миру. И на самом деле я очень горд тем, что мы сегодня в Дмитрове можем поздравить не только наших дмитровчанок, но и весь север Московской области. После слов приветствия Илья Поначевный вручил юбилейные медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне». Их обладателями стали Людмила Герасимовна Воронцова, Светлана Васильевна Серихина, Антонина Андреевна Дулова, Галина Ивановна Сергеева и другие. Всего 11 медалей нашли своих обладательниц. Героические женщины, которые в годы Великой Отечественной войны стойко переживали все лишения и тяготы. С поздравительным словом выступил благочинный церкви Дмитровского округа Протеерия Афанасий. Сегодня мы должны поблагодарить вас за те христианские добродетели, которые у вас несомненно есть. Это любовь, верность, готовность служить, трудолюбие огромное, огромная ответственность. Вот эти вот качества духовные вы всегда передаете подрастающему поколению. Сегодня от лица церкви я хотел бы поблагодарить вас за ваше служение, за вашу огромную роль в сохранении и укреплении наших семей, за все то доброе, которое вы несете в своей жизни, своим словом, своим жизненным примером. Почетное гостье праздника, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», член правления движения «Матери России» Светлана Тягачева, в своей приветственной речи отметила, что ощущение праздника, ощущение радости должно быть у женщины как можно чаще. Я вас всех поздравляю с праздником. Пусть этот праздник у вас как можно дольше остается в вашей душе. И чтобы вера и надежда и любовь вас никогда не покидали. Участники программы «Активное долголетие» гости этого весеннего праздника тепло принимали творческие поздравления от Романа Ковалева и народного коллектива «Ансамбль народной музыки Дмитровские рожечники». Этот коллектив по праву считается одним из самых лучших творческих коллективов Московской области.